Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь. В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 14 июля. День Кузьмы и Демьяна. Назван в честь святых мучеников Косьмы и Дамиана. Это родные братья, обладали даром исцеления. За свое врачевание они не брали денег, за что получили прозвище бессеребренников. Во время гонений на христиан их арестовали, якобы за чародейство. Когда они вылечили тяжело больного императора, их отпустили. Врач, который их обучал, позавидовал их славе. Старик позвал братьев в горы, якобы для сбора целебных трав, где, убив их, бросил тела в реку. На этот день приходится праздник летней Кузьминки. Это чисто женский день. Было принято пропалывать огороды от сорняков. Наступало время сенокоса, и люди работали в полях. Также собирали малину и первые овощи. Варили варенье из крыжовника. Сегодня собирали растения, которыми красили ткани. Также в этот день устраивали посиделки. Звали соседей. Накрывали столы. Что у кого есть, пели песни и веселились. Приметы. Считали, если сегодня огород прополоть, то сорняков не будет. У нас сегодня в гостях целебной кулинарии певица и телеведущая Оксана Афанасьева. И сегодня мы разберем, что такое сельдерей, с чем его едят. Кстати, какой сельдерей бывает? Как, ну, вы имеете в виду по частям сельдерея? Корень, стебель и листья. Правильно. Растения самой сельдерея составляют и корень, и стебель, и листья. И едят этот удивительный овощ целиком. И каждая из этих частей, конечно, имеет свои полезные свойства. Например, в корнях и листьях сельдерей содержатся ценнейшие аминокислоты, такие как аспарагин, трептофан, там, каротин, кстати, есть. А каротин... Ну, это единственное, что понятно мне, каротин. Вот до этого то, что было... Из каротина, это просто были до этого перечисленные аминокислоты, которые дают нам крепость ногтям, там, и прочее, прочее. А каротинчик как раз дает нам красоту. И он следит, будем говорить, в организме за тем, чтобы наши слизистые оболочки и кожа были в совершенном порядке. Потом, значит, в нем содержится еще никотиновая кислота, различные микроэлементы. Кстати, очень много различных микроэлементов. И сейчас мы сразу же определим, что еще содержится. Каким образом? А, да, да. Эфирные масла, которые дают особый запах растению. И более того, они возбуждают аппетит. И, кстати, если имеются какие-то там, ну, гнилостные, бродильные процессы, то они все это ликвидируют. Дезинфицируют. Вот, правильно, наш организм изнутри. А вот я не помню, что в советские времена продавались, но, может быть, вот корень он еще продавался, а вот стебель. Вот, мне кажется, нам сейчас очень сильно везет, современным жителям, поедателям. Поедателям. Ну, вот, как раз, смотрите, это вот черешковый сельдерей. Это его листья. Да, и так как он зелененький, здесь еще много хлорофила. Отлично. А вот если он будет желтее, то есть лучше не брать, да? Самое главное, что выбирать свежий, зеленый, да? Да, свежий, ярко-зеленый. И он крепкий еще должен быть, да? Ну, правильно, правильно. И, кстати, крепость. Крепость дает организму крепость. И сделаем для того, чтобы у нас крепость организма была салатик. Давайте. И сельдерей. Я опять помогаю вам, да?